МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подготовки школ к новому учебному году сегодня обсуждали в правительстве страны. Участие в расширенном видеосовещании принял глава Чувашия Михаил Игнатьев. Из общего числа школ принято 88,9% школ, 90,5% одношкольных организаций, 87,65% профессиональных образовательных организаций и 60% от общего конечных организаций высшего образования. В этом году была проделана серьезная работа, отметила министр образования страны. Только в Чувашии на подготовку к новому учебному году было выделено более 300 миллионов рублей. В большинстве школ заменили кровлю, отремонтировали спортивные залы и пищеблоки. Школьники полностью обеспечены бесплатными учебниками. У нас родители уже несколько лет не покупают учебники. На приобретение учебников специально целевым способом выделяются республиканские бюджетные средства. В любых сельских школах имеется такое оборудование, как параконвектомат, которые позволяют улучшить качество питания как с технологической точки зрения, так и с точки зрения обсемененности микроорганизмов. После этой программы у нас улучшилось качество питания по данным лабораторных исследований. С каждым годом в школах республики повышается и уровень безопасности. Все образовательные организации, оснащенные кнопкой вызовов полиции, оборудованы современными системами пожаротушения, системами оповещения людей и системой автоматической пожарной сигнализации. Во-вторых, элементарные ображдения имеют все детские образовательные учреждения и все общеобразовательные школы. Безопасность на высоте, все системы работают, автоматика, извещение и все остальное, все, что необходимо по нашей линии. Всем этим, все наши школы в республике оснащены. Все эти системы за лето приведены в готовность, в исправность состояния. В этом году в стране выросло количество первоклассников. В республике в первый раз за парты сядут порядка 15 тысяч ребят. Наша демография диктует нам необходимость ввода, постоянного ввода, новых современных учебных мест. Такие места должны создаваться повсеместно, и это должно быть абсолютным приоритетом всех субъектов Российской Федерации. В этом году эта программа реализуется на основе совместного финансирования и со стороны федерального бюджета выделено 25 миллиардов дополнительно, для того, чтобы эта программа получила поддержку в регионах Российской Федерации. Реализацию федеральной программы на территории республики Михаил Игнатьев обсудил на встрече с председателем комитета Государственной Думы России Вячеславом Никоновым. Уже на следующей неделе новая школа откроется в селе Альбус-Сюрбеево Комсомольского района. Сейчас еще две площадки мы начинаем. Одну школу на 1100 мест, 40 миллионов с республиканского бюджета закладываем. Земля муниципальная, это в городе как раз новый микрорайон, где на самом деле молодых семей, очень многие дети появляются уже из детского сада. И другую, кадетскую школу. Но в перспективе в республике намерены возвести 30 школ и два новых детских садика. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. Итак, до начала учебного года осталось чуть больше недели. И сегодня за круглым столом в Чувашском педагогическом университете обсуждали проблемы и перспективы современного педагогического образования. В нем принял участие председатель комитета Госдумы России по образованию Вячеслав Никонов. 35 миллионов россиян так или иначе имеют отношение к отрасли образования. Другой, столь же масштабной системы в нашей стране нет, подчеркнул председатель комитета Госдумы России по образованию Вячеслав Никонов. Каждый четвертый рубль консолидированного, то есть федерального, региональных и муниципальных бюджетов, выделяется на образование. Это больше, чем на оборону. С одной стороны, мы можем гордиться, что по международным рейтингам Россия самая образованная страна в мире. У нас 60% взрослого населения имеют высшее и среднее специальное образование. Канада отстает на 8% на втором месте и США на пятом. С другой стороны, мы не можем быть стопроцентно удовлетворены успехами в системе образования. Проблем остается довольно много. Взять хотя бы нехватку школ. После 90-х начался демографический подъем. За три года было создано дополнительно полтора миллиона мест в детских садах. Сейчас дети выросли. Их пора отправлять в школы. Самым крупным образовательным проектом в ближайшее десятилетие будет проект программы строительства новых школ. В этом году в стране откроются 92 новые школы. Столько не строили никогда за последнее десятилетие. А в ближайшие годы нам предстоит каждый год строить 500 новых школ. 500 новых школ для того, чтобы выйти на одну смену к 2025 году. Из них 32 школы по этой программе будут построены здесь, в Чувашии. Первая школа уже тоже в этом году открывается в Курсомольском районе. В свою очередь перед старейшей кузницей педагогических кадров республики ставятся дополнительные задачи по подготовке педагогических кадров, которые предстоит решить в ближайшие годы. Доля молодых в системе образования, общее образование я имею в виду, не увеличивается. У нас 16% как было, на этом уровне мы застряли, это до 30 лет. А доля молодых педагогов, стражем, до 3 лет, 4,5%, она тоже не увеличивается, к сожалению. Хотя в то же самое время доля педагогов, имеющих пенсионный возраст, выросла с 12% до 16% за последний 3 года. Вот в такой ситуации нам нужно решать вопросы, связанные с обновлением педагогических кадров. Пока решаются кадровые вопросы, региональные школы в ближайшее время получат 1800 новых школьных автобусов. 16 из них прибудут в Чувашево в начале нового учебного года. Родион Архипов, Андрей Шоклев, Республика. В рамках рабочей поездки председатель комитета Госдумы по образованию посетил детский сад номер 8 и ознакомился с ходом строительства школы по улице Гладково. Дворец детской радости, как и полагается, полон детей. Еще бы 15 групп, более 400 воспитанников. В ежедневном режиме население этой маленькой страны познает азбуку жизни. Купается в бассейне, тренируется в спортивном зале, укрепляет здоровье в соляной комнате и гидромассажной. Приобщение детей к здоровому образу жизни идет в игровой форме, но системно. Кроме того, детсад – это республиканская инновационная площадка по апробации методов профилактики нарушения опорно-двигательного аппарата «Душкалят». Здесь юных чебоксарцев учат плавать. Когда бываешь в таких детских садах, душа радуется за наших детей, за наше будущее, за воспитателей, которые могут работать в таких условиях. Здесь есть возможности для творческого развития, возможности даже для каких-то навыков уже первой профессиональной подготовки, возможности для оздоровления, даже возможности изучить китайский язык, что далеко не во всех садах случается. Сейчас ведь дошкольная подготовка стала уровнем образования. То есть мы реально начинаем образование не с первого класса, а раньше. И мало где в мире есть такие стандарты образования. Это действительно очень хороший наш российский опыт, который позволяет детям очень хорошо подготовиться в школе, а затем, естественно, адаптироваться уже и в школьной среде. Строительство новой школы в столичном микрорайоне по улице Гладково идет в соответствии с графиком. Кстати, проект этой школы показался интересным Вячеславу Никонову. Он вполне может быть востребован и в других регионах, как заметил председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию. Более 690 миллионов рублей направлено на ее строительство в рамках программы модернизации системы дошкольного образования. В недалеком будущем в эту школу пойдет 1100 учеников. Юлия Важенина, Сергей Адушкин, Республика. Вячеслав Никонов принял участие в ежегодной педагогической конференции. Школьные учителя и воспитатели, преподаватели вузов и руководители различных секций. В этом зале собрались те, кому мы доверяем самое дорогое – своих детей. Все мы прекрасно понимаем, что никакие даже замечательные условия, никакое суперсовременное оборудование, и на мой взгляд, к счастью, никогда не заменят педагога. Его горячего сердца, любви к детям и, конечно же, высокого педагогического мастерства. Как заметил наш великий Лев Николаевич Толстой, если учитель соединяет в себе любовь к делу, к ученикам, он совершенный учитель. Я уверена абсолютно, что в нашей системе образования работают совершенные учителя. В нашей республике статья расходов на образование остается одной из самых крупных и составляет 30% бюджета. Кроме того, благодаря участию в различных проектах, в модернизации системы образования только в этом году привлечено более 1 миллиарда рублей из федерального бюджета. Такая же тенденция наблюдается в России в целом. Однако так было не всегда. Вспомним, что было, казалось бы, всего-то 15 лет назад, когда из профессии нашей люди уходили, потому что эта профессия не давала просто выжить. Мы потеряли за 90-е годы миллион ученых из того миллиона 700 тысяч, которые у нас были. 15 лет спустя мы видим, что на самом деле система наша, она и была прочной, она выстояла. Вячеслав Никонов отметил, что школы республики ежегодно входят в число лучших школ России. В 2016 году в рейтинг были включены Чебоксарские лицеи номер 3 и гимназия номер 5. Кстати, педагог 5-й гимназии Тамара Петрова стал в этом году заслуженным учителем Чуаши. Без радости не может быть больших успехов, особенно в учебе. Поэтому самая большая моя мечта, чтобы мои дети всегда с радостью шли на мои уроки. Я работала, не думая о том, что я получу какую-то награду. У меня всегда была только одна цель, чтобы мои ученики знали больше, чем я. Дальнейших успехов на педагогическом поприще пожелал учителям и глава республики Михаил Игнатьев. Ночами не спите, частичку своего сердца отдаете детям. Наш опыт, он востребован и в других регионах Российской Федерации. Отрасль образования всегда в приоритетном порядке мы рассматривали, получая огромные средства с федерального бюджета. Дарина Игнатьева, Олег Якимов, Республика. Как будет выглядеть в будущем территория вокруг Чебоксарского залива, об этом в очередной раз говорили в администрации столицы республики. На публичное слушание представили проект планировки и межевания центральной части города. С тех пор, как в Чебоксарах появился залив, а это середина 90-х, территория вокруг него тревожила умы архитекторов и предпринимателей. Видения на территории у них, как правило, расходятся. Первые хотят навести красоту, разбить парки с фонтанами, но на это у города чаще всего нет средств. А вторые разместить прибыльные инвестиционные объекты, которые, в свою очередь, не отвечают эстетическим требованиям зодчих и горожан в целом. Однако в марте этого года предпринимателям, а именно компаниям-застройщикам, внезапно дали зеленый свет. Приняли новые правила о землепользовании и застройке, в которых участок перед монументом матери получил зону Ж-5-1, которая подразумевает застройку индивидуальными коттеджами. Это вызвало, мягко говоря, недовольство архитекторов. Действуют наши правила землепользовании и застройки, в состав которых карта зонирования входит, да, с 3 марта этого года. Перед принятием мы и на публичные слушания выносили этот проект, эти правила, и отдавали в электронном виде, рассылали всем архитекторам, специалистам. Но почему-то вот это место пропустили. Я не знаю, как получилось. Это, возможно, техническая ошибка. Она будет исправлена? Она будет исправлена. Спасибо. В любом случае исправлена. Здесь не будет никакого жилища. Итак, жилой зоны не будет, зато согласно новой концепции Чуваш-граждан проекта предполагается зона историческая, детская, спортивная и отдельная Красная площадь. В основу проекта планировки территории были положены предложения по развитию центральной части города столицы, предложенные испанским архитектором Хосе Осибилию. Где залив и окружающий его парк – это не просто центр, а основное звено всей парковой системы города в связи с городскими парками. Лакреевский лес, 500-летие Чебокса. Это основная идея и концепция, то есть соединить залив с парком 500-летие Чебокса и парком Лакреевский лес в единый туристический велосипедный маршрут. Впрочем, немногочисленная общественность, которая пришла на публичное слушание, встретила в штыки и этот проект. Публичное слушание – это... мероприятие для информирования горожан, жителей и для того, чтобы выслушать их мнения. Возможно, мнения, эти мнения, да, будут обработаны, осмыслены профессионалами, профессионалами-градостроителями. И если эти мнения, на самом деле, аргументы веские, они будут учтены. Так или иначе, пока это только проект, а таковых было уже много. Ольга Бырычкина, Олег Якимов, Республика. Так я провел лето. Сочинение на данную тему ждет всех школьников России. Этим ребятам будет, что написать. Они провели свое лето в детском оздоровительном лагере. Девизы, речевки, спортивные состязания, игры по станциям и свой конкурс в Евровидении. Для каждого ребенка время, проведенное в лагере – это маленькая жизнь. Здесь каждый день не похож на предыдущий. В детском оздоровительном лагере Бригантина открылась новая смена молодых лидеров. Селекомпания «Лидер ТВ» под таким названием стартовала тематическая смена. Атмосфера просто пропитана творчеством, мероприятия идут плотным потоком. У ребят есть лишь 7 дней на то, чтобы освоить навыки ораторского мастерства, преодолеть страх сцены и получить заряд энергии на новый учебный год. Здесь огромное количество мероприятий, которые проходят в один день. У ребят практически нет свободного времени, чтобы полежать, отдохнуть. Они всегда что-то готовят, рисуют, делают себе костюмы, учат какие-то постоянные танцы, поют. Лидерская смена в Бригантине – прекрасное завершение лета, считает Софья Архипова. Девушка приезжает в лагерь вот уже третий год. Больше всего мне, наверное, нравится вечерний топ-спикер. Человек выходит на сцену и на определенную тему говорит одну минуту. И за эту минуту ему нужно выразить свою мысль, как-то рассказать то, что он хочет. И я считаю, что это мероприятие помогает человеку раскрыться. Смена молодых лидеров – не единственное профильное направление в лагерях Чувашии. В нашей республике в конце лета традиционно открываются специализированные смены. Так, например, на базе Долзвездной прошла профильная смена юных художников «Арт Тревел-2016». В лагере «Солнышко» собрались экологи. В оздоровительном комплексе «Жемчужно-Чувашия» начинающие танцоры обучались разным стилем и направлением. А самые умные обменивались знаниями в смене на наград Че на базе детского санатория «Лесная сказка». По уже сложившейся традиции, 40 детей представителей Чувашской диаспоры из российских регионов стали участниками профильной смены «Эткер». Всего же в специализированных сменах приняли участие более 700 детей. В этом году был более тщательный подход к организации именно профильных смен. Весной в рамках весенних каникул мы попробовали смену под названием «Английский каникул». Она получила большое одобрение среди родителей. И сами родители дали нам заказ, скажем так, с участием своих ребят провести именно летнюю смену. Конечно, мы удовлетворили желание родителей. Эта смена была проведена. Смена востребована, смена интересная. Действительно, ребята получили дополнительные знания в обучении английского языка и пообщались непосредственно с носителями языка. Лучше активно проводить время, учиться и общаться со своими сверстниками, чем скучать, сидя дома в четырех стенах. Так считают многие дети и их родители. В этом году в детские оздоровительные лагеря «Чуваши» отправились более 82 тысяч детей. А 119 победителей олимпиад, соревнований, фестивалей и конкурсов отдохнули в лагерях, расположенных на Черноморском побережье России. Юлия Важенина, Расиль Мухаммедов, Республика. Ежегодно граждане, которые внесли значительный вклад в развитие города, получают общественное признание. В этом году церемония награждения прошла на Красной площади. На главную сцену поднимались руководители крупных предприятий, инженеры, рабочие, журналисты и учителя. Главную номинацию «Человек года» в этом году получил Денис Кириллов, главный специалист по информационной безопасности АБС «Автоматизация». В июне он, отдыхая с семьей на пляже, спас двух мальчиков. «Первого мне удалось легко схватить, потому что я наполовину успел оттолкнуться от берега и прыгнуть за ним, и выбросил его туда, где неглубоко. И заметил то, что уже там прибегает жена, и на него уже дальше не обращал внимания. А вот второй, в то время, пока вытаскивал первого, просто уже на глазах начал в воде пропадать. Я нырнул, не нашел. У меня просто внутри все начало переворачиваться ног на голову. Я не знал, что делать, но продолжал нырять, и вот на третий раз я кончиками пальцев нащупал его волосы в воде, и вот просто вот за волосы их вытащил». В этом году претендентами на 14 номинаций стали 130 человек. Настоящим хозяином стала председатель совета дома номер 52 по проспекту Ленина Елена Тихонова. В номинации «Беспокойные сердца» статуэтка победителя досталась Ассоциация стоматологов Чуваши, по чьей инициативе студенты-волонтеры постоянно проводят профилактические беседы со школьниками и малышами о чистоте зубов. Победительницей в номинации «Всю душу отдаю детям» стала наша коллега, редактор национального телевидения Галина Титарчук, по совместительству председатель родительского комитета школа номер 61. Галина стала автором проекта «Живое письмо». Фотографируемся классом, там отправляем письмо, например, в Кострому. В Костроме это письмо получают, читают, дети узнают про город Чебоксара, про то, что есть там такое место. Пишут в ответ нам письмо со своей фотографией, со своей достопримечательностью. Мы читаем, получаем. В итоге за год получается большой альбом с фотографиями из разных городов России. Цикл программ «Чебоксарские адреса» ГТРК Чуваши отмечен в двух номинациях. Его автор, редактор Ольга Петрова, получила статуэтку в номинации «Родные истоки». А режиссер Илья Коршунов удостоился приза и в номинации «Я пишу и снимаю о городе». Очень приятно работать для города, в котором провел большую часть своей жизни. И приятно показывать его людям с рифтой интересных и доселе неизведанных сторон, особенно в проекте «Чебоксарские адреса», которым мы занимаемся уже второй год. 42 чебоксарцы получили общественное признание. Любящих свой город людей становится все больше. Второе место занял хоккейный клуб «Чебоксары» на первых официальных соревнованиях. В финальной встрече турнира на Кубок главы республики столичная дружина столкнулась с гостями из соседнего региона – команда «Имордовия». О самых интересных моментах встречи в нашем следующем репортаже. В финале турнира на Кубок главы «Чувашии» на лед вышли те же команды, что и в первый день соревнований. Чебоксарцы вновь встречались с игроками из Саранска. Заключительный матч турнира посетил и глава республики Михаил Игнатьев. Первый период игры предвещал вполне положительный исход для столичных богатырей. Лед после первой 20-ти минутки хоккеисты покидали со счетом 2-0 в пользу хозяев. Мы играем при домашних трибунах и после вчерашнего происшедшего, что мы сделали, я считаю, мы не имеем права. По крайней мере, я считаю, что упрекнуть нас не в чем. Каждый отрабатывает игру и мы стараемся. Кроме победы у нас больше никаких задач. Второй период стал сокрушительным для нашей команды. Сразу три шайбы влетело в ворота чебоксарцев и ни одной в ответ. Так преимущество в счете перешло на сторону гостей 3-2. Заключительный период каждой из команд удалось добавить по одному голу. Но с минимальной разницей в счете чебоксарцы потерпели поражение. Итог четырехдневного турнира – второе место. Четыре игры подряд играть – это очень тяжело для ребят. Но радует то, что бьются до конца, выполняют установку. Сейчас все видно, кто на что способен, поэтому будем делать выводы и готовиться к первенству. На первой же строчке турнирной таблицы – хоккейный клуб «Мордовия». Именно он и увез в Саранск кубок главы Чуваши. Профессионалы, любители, чиновники, волонтеры. Ночной велопробег, посвященный Дню города, объединил чебоксарцев и гостей столицы. В нем участвовали около тысячи человек. Как сделать бани-хоп и какие велошины стоит брать на осень? Этим ребятам было о чем поговорить до начала велопробега. А эта пара участвует в массовом заезде впервые. Пришли по настоянию друзей и не пожалели. С каждым годом желающих принять участие в велопробеге становится больше. Отметил глава города Леонид Черкесов. Постоянный участник велопробега. Приятным бонусом и символом велопробега стали бесплатные фонарики, которые освещали дорогу ночным велосипедистам. Ребята стартовали с улицы Николаева и финишировали на Красной площади, где их встречали участники открытой вечеринки чебоксары «Город активных». Сегодня спортивный арбитражный суд отклонил российскую жалобу на решение Международного паралимпийского комитета, который ранее отстранил атлетов от паралимпийских игр в Бразилии. Сборная нашей страны не сможет выступить в Рио-де-Жанейро. Чувашу в составе сборной России должна была представлять Елена Иванова. На Играх в 2012 году она принесла сборной сразу три золотые медали. Конечно, все рассчитывали, что и на Играх в Бразилии Елена выступит достойно. Министр физкультуры и спорта Чуваши Сергей Шелтуков назвал это решение негуманным. Как бы мы ни говорили, спорт вне политики, все-таки политика вмешалась. Это мое мнение. Было все сделано для того, чтобы принять участие. Скажу про наших спортсменов. В этом году у нас три спортсмена отбирались как раз на Олимпийские игры. Один получил травму, второй показал не тот результат. Отобралась в конце концов у нас Елена Иванова. Надеялись на успешное выступление, потому что она уже не раз подтверждала свои способности на международных соревнованиях. Поэтому новость действительно грустная. И обидно то, что наши спортсмены не смогут показать на все, что они способны. Уверен, что на этом у нас само развитие инвалидного спорта не завершится. У нас более 20 спортсменов входит в составы сборной команды Российской Федерации. И развитие у нас будет обязательно. Будем работать и дальше. Есть специалисты, которые уже показали свою работу. Есть спортсмены. Поэтому очень хочется верить, что дальнейшее развитие, международное развитие Паралимпийского имитета, оно будет. Таким стал этот вторник. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова